Добрый день! Вы на канале Yellow Limoncello, канале про алкогольные напитки и не только. Сегодня мы наконец-таки купили, угадайте что, лимончина, правильно, как и название моего канала, давно стоило уже ее приобрести. Данный экземпляр это лимончина от компании Girola S.W.M. Кстати, чем отличается лимончело от лимончино, мы тоже узнаем в этом ролике. Крепость данного напитка 30 градусов. Продается напиток в коробочке, стоимость что-то около 1100 рублей. И плюс к нему дается вот такая вот вкуська с кратким описанием вообще товара. Ну что ж, не будем ждать, пока лимоны там сами себе созреют. Давайте начинать! Girola Limoncello это ликер со вкусом лимона и достаточно высоким содержанием сахара. Однако его нельзя назвать притерным, так как вкус у ликера наполнен привлекательной горчинкой из-за наличия натуральной лимонной цедры в составе. Благодаря своим характеристикам, Girola Limoncello играет роль незаменимого компонента в приготовлении различных коктейлей и ценится барменами во всем мире. Ликер Limoncello Girola Villa della Ravira создан на основе настоя свежих лимонных корочек по традиционной итальянской технологии. Излюбленный лимонный дежестив, помимо внутреннего потребления, широко распространен по всему миру. Ликер характеризуется ярким лимонно-желтым цветом. Поразительный букет демонстрирует палитру засахаренных цитрусовых фруктов, ноты лимонной корочки и белых цветов. Вкус обладает хорошим балансом, свежестью и сладостью лимонного мармелада, имбиря и травяными оттенками. После вкуса раскрывается легкой лимонной кислинкой. Семейная компания Girola Savem была основана Абеля Girola в 1918 году в Мантичеле, в регионе Эмилия-Романе, расположенном на севере Италии. Все началось в 1910 году, когда молодой Абеля Girola стал учеником продуктовой лавки Пьяченце. Его находчивость и смелость позволили ему узнать и изучить основные принципы производства и торговли. 9 лет спустя, в 1919 году, движимый своими увлечениями ликерами, Абеля получил лицензию на переработку ароматизированных вин и производство ликеров без перегонки и открыл небольшое производство сам. В начале прошлого столетия Абеля построил завод, приобрел бочки для выдержки вин и торговлю винами и ликерами на севере Италии. В скором времени продукция его компании была удостоена множества наград на всемирных выставках. На протяжении столетий опыт, рецепты и секрет успеха компании передавались от отца к сыну. 1945 год. После Второй мировой войны производство расцветает снова силой и обогащается новыми сериями горьких настоек, включая престижную Амара Монта Пенсе. 1950 год. Компания переходит к сыновьям Ориго и Гастоне. Джороло является одним из первых сертифицированных компаний, которые начали использовать резервуары из нержавеющей стали. 1970 год. Производственные мощности увеличиваются благодаря ассортименту из более чем 100 продуктов, которые дополняют также традиционные. Объемы производства достигают нереальных цифр. 13 тысяч бутылок, которые состоят из ликеров, граб, базаспортованных фруктов, сиропов и так далее. На сегодняшний день компания Джороло Савем добилась успеха и признания во всем мире. А подтверждением этому является множество международных и национальных наград за высокое качество продукции. А вы знаете, в чем разница в названиях и почему одни ликеры называются лимончино, а другие лимончелло? Все дело в лимонах. Лимончино делают из лимонов, выросших в Лигурии и на озере Гарда. А лимончелло – это лимоны из соренто и амальфи. Лимончино настаивают на чистом виноградном спирте или грабе, что дополняет цитрусовый микс с насыщенным фруктовыми оттенками. А в состав лимончелло входят всего 4 ингредиента. Это цедра лимона, чистейший спирт 95-97 градусов, очищенная мягкая вода и белый сахар. Технология приготовления также не отличается особой сложностью. Главное в этом напитке – это качество исходного сырья и пропорции. Вообще, данный ликер великолепный днежестив для завершения обеда или вечерней трапезы. Напиток отлично стимулирует пищеварение. Перед тем, как подать напиток, бутылку с ликером, равно как и небольшие высокие рюмки, не менее часа выдерживают в морозилке, чтобы они погрылись легкой изморозить. Пьют данный ликер маленькими глотками, не спеша, но и не растягивая рюмку на весь вечер, поскольку напиток должен всегда оставаться холодным. Если нужно, посуду меняют. Итальянцы данный ликер не закусывают, но если хочется что-то положить в рот, то подойдут свежие ягоды, фрукты или кусочек горького шоколада. Если вы предпочитаете напитки комнатной температуре, то лимончелло можно подавать в составе коктейлей, например, соком, тоником или легким игристым вином. Наливаем ликер в бокал и видим, что он ярко-лимонного цвета. Ну, в принципе, это ожидаемо, потому что бутылка прозрачная, мы так все видели. Аромат ликера яркий и концентрированный, с нотами цитрусовых. Вкус у данного ликера неожиданно лимонный. Прямо отличается щедрыми лимонными нотами. Ну, шучу, конечно, лимончина для того и делался, чтобы быть лимонным. Но отличает данный ликер одно. В послевкусии у него такая хорошая пикантная горчинка. Она не то, чтобы сказать, прям очень сильная горечь, но довольно-таки интересная. Первый коктейль у нас называется Леди Лимончелло. В него входит 15 мл ликера Лимончелло, 30 мл вермута, 25 мл джина и 10 мл ликера Блю Киросао. Все ингредиенты взбиваем в шейкере и выливаем в бокал, в который заранее добавили колотый лед. Предупреждаю сразу, коктейль получился очень алкогольный, но тем не менее очень красивый. Только посмотрите на этот нежно-голубой цвет. Следующий коктейль назывался бы поздней ночью, но я заменила парочку ингредиентов. И первое, это я заменила обычную водку на клюквенную водку. Далее пока что по рецепту, а значит 50 мл клюквенной водки, 15 мл сока лимона и 45 мл лимончелло. Очередное мое отступление от рецепта, это вот такой вот клубничный сироп. Наливаю вам его чуть-чуть, ну грубо говоря для цвета. И сейчас вы поймете для чего. Я в бокал заранее насыпала колотого льда и добавила клубнички. Все ингредиенты мы взбивали в шейкере. Не забываем добавить трубочку, перемешать коктейль и он готов. Если честно, я не знаю, какой по вкусу коктейль был бы в оригинале, но с моими добавлениями он получился похож на клубничную жвачку. А следующий коктейль называется гранатовый дайкири. Я в интернете нашла много разных рецептов и сейчас покажу вам один из них. Наливаем 30 мл рома, 5 мл лимончелло, 5 мл сахарного сиропа, 5 мл гранатового сиропа и 10 мл сока лайма. Тщательно взбиваем все шейкере и выливаем в бокал. Так уж вышло, что сегодня все коктейли у нас получились с колотым льдом. Данный коктейль, безусловно, похож на классический дайкири, но с большей кислинкой. Вот такие вот три не очень сложных коктейли у нас сегодня получились. Все, что я сегодня использовала, вы видите на своих экранах. Не бойтесь экспериментировать, дегустировать и пробовать. С вами был Yellow Limoncello и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok